Кто из вас испачкал пол уличной грязью? Ребекка, признавайся, это ты? Да это мне было лень снимать ботинки. Ох, тогда ничего страшного, мой кексик. Мамочка, не нравится. А можно мне в эту семью барабраться? Потом он нацепил на себя добродушную улыбку и радостно обнял Дуайта. Я не пойму, этот Дуайт, он что вообще? Малолетний Райан Гослинг или что? Дуайт, в чем твой секрет, Дуайт? Расскажи, я хочу знать. Когда-то у меня была полная семья. Вот мама, папа и брат Дуайт. Жаль только, что нарисованное. Ха, ладно, шучу. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И моя мама не ценит меня, потому что я девочка. Ну сейчас разберемся, что тут происходит. Вы ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик, поехали. Чинов по кличке Лаки, его мне подарил папа. Лаки? Посмотрите в его огромные глаза. Лаки очень просит вас подписаться на канал. Не огорчите его. Какой хороший песик, это я поддерживаю, да. Подписывайтесь и на мой канал тоже. И ссылка на оригинал в описании тоже там, подписывайтесь. Ну а это я, Ребекка. У меня было обычное детство. Ага. Но однажды случилось кое-что ужасное. Так, ну-ка. Рисунок порвался. О нет. Привет всем. Так вышло, что мама всегда любила больше Дуайт. Брательник. Но, знаете, баловала его и никогда не наказывала. Хотя брат с самого детства был капризным и ленивым. А ты что такой, а? Ты что такой капризный? Кто из вас испачкал пол уличной грязью? Ребекка, признавайся, это ты? Нет, мам, честное слово. Значит, это сделал твой противный. Сейчас такая, значит, это сделала я. Я совсем забыл о дите, извините, да. Щенок. Да это мне было лень снимать ботинки. Ох, тогда ничего страшного, мой кексик. Мамочка не нравится. Ну и ладно. А можно мне в эту семью браться? Хорошая семья, мне кажется. Обожал меня. Он был готов работать целыми сутками, чтобы обеспечить семью и покупать мне подарки. А, ну, хоть кто-то нормальный человек. Смотри, что у меня для тебя есть. Ух ты, какая красивая кукла. Все, только я ее отдам твоему брату тоже. Я тоже поехал. И у меня новые туфли. Чем тратится на безделушки для дочери? Мы жили довольно скромно в стареньком и очень тесном доме. Это, типа, очень тесный дом, серьезно? Прям очень тесный. Ну, у многих ли такой тесный дом есть, скажите, пожалуйста. Скромно, скромно. Очень скромно. Вопросы у девочки. Созрением. Блин, грустно. Денег на операцию не было, а деньги вот на такой огромный телевизор, которого у меня нет, например, с колонками. На дом вот этот, да, вот. Булочки еще тоже куплены, да? Короче, ни на что денег не было. Ух ты машина, чтобы помочь мне. Понятно. А ифончик там в руке, да? Ага. Да как же вы останетесь жить на улице? Она по-любому станет архитектором, построит вам дом. Нормально все. Мама не позволила распродать имущество, и родители начали серьезно ссориться. А мне между тем становилось все хуже. Но в один прекрасный день... Чтобы она не ослепла, пока не... О, нормально. Он был моим героем. Операция прошла успешно. Я снова начала хорошо видеть, поэтому продолжила заниматься рисованием. Как-то раз папа должен был забрать меня из художественного кружка, чтобы рисовать. Я прождала его несколько часов, но он так и не приехал. Поэтому я сама добралась до дома, а там увидела запросанную маму. Что случилось? Отец погиб, что ли? Дети, ваш отец бросил нас и сбежал с другой женщиной. За хлебушком. Я не поверила ей. За хлебушком ушел. Я никогда так не поступил. Но он не вернулся ни на следующий день, ни через неделю. Он много хлеба заготавливает. Просто погоди. Надо испечь еще вначале. Тех пор дела пошли паршиво. Чтобы прокормить нас братом, маме пришлось пойти на тяжелую работу. Но денег все равно не хватало. И мама отвезла Лаки в приют для животных. Тяжелую работу это какой интерес? Нам самим едва хватает на еду. И я не могу кормить еще и этого отвратительного пса. Прямо отвратительного пса. Слушай, какая Мегера просто там. Долго плакала. Ведь лишилась единственного... А это что такое? Я извиняюсь. Это злых духов каких-то индейских отпугивать? Что это? Друга, но со временем смирилась. Мама приходилось нелегко. И я помогала ей как могла. Даже подрабатывала после школы. А вот твой целыми днями только валялся на диване. И я считал, что однажды богатство само прилетит к нему в руки. Блин, мне срочно надо в эту... Реально. Замените меня. Я могу грызть чипсы еще эффективнее, чем этот парень. Да, замените меня. Возьмите меня в эту семью. Мне там понравится. На самом деле я не ем чипсы. Ну, я бы ел что-нибудь другое. Еще пыталась разыскать папу. Для этого выкладывала во всех соцсетях объявления с его фотографии. Маме я об этом не рассказывала. Ведь она очень злилась на отца. Как-то раз, возвращаясь из школы, я услышала жалобное мяуканье. И нашла испуганного голодного котенка. Так ты сейчас к нему придет домой, мамаша скажет, что ты носит еды, работа. Выгонит, скажет, этого противного кота, этого мерзкого кота, убери его отсюда. Бедняжка, тебе нужен дом. Я спрятала пушистика под одежду и уже направилась к крыльцу. Но тут заметила, что почтальон принес письма. Я хотела запрать их, но меня внезапно опередила мама. Мама так торопилась опередить дочь, что надела разные ботинки. Посмотрите. Реально. Вот это мамка, конечно, уработалась походу, да. Потому что, ну, домик, видимо, очень маленький, сложно его обслуживать. Надо много денег, да, потому что очень маленький домик, конечно. И аж так уработалось, что аж позабыла, да. Мама, она нервно смяла один конверт. Бывает. И потом сожгла его на саднем дворе. Как подозрительно. И так повторялось несколько раз. Как бы я ни старалась, у меня не получалось узнать, что же мама скрывала. Ну, а я приютила котенка у себя и назвала его Кролик. Знаю, странная кличка. Кролик? Кролик всегда называл меня. Мама была против животных в доме. Поэтому я прятала от нее пушистого друга. В один вечер маме... А как насчет того, чтобы мама потом завела Кролика и назвала его Котенок? И они бы подружились, и была бы у них классная Кролика-котячая семья. Мамил, она ничего не объяснила, но тот разговор здорово взволновал ее. Что? Это так неожиданно? Давайте все обсудим. Че, отец? Отец приехал. Шикарный лимузин. Мама уехала в нем и вернулась только через несколько часов. А на следующий день сообщила, что хочет, чтобы нас с братом зачем-то обследовали в больнице. Тебе не кажется, что мама видит тебя как-то странно? Она решила их распродать, что ли, как-то? Ну и что? Мне вообще плевать. Мне вообще плевать. А то, что у тебя женский голос, тебе не плевать, как это вышло? Ну окей, ничего страшного, в принципе. Просто интересно. Это он сам. Позже мы втроем отправились в клинику, где врачи провели нам с Дуайтом полное обследование. Ах, сынок, выяснилось, что у тебя слабенькое здоровье. Мне нужно лучше заботиться о тебе. Это какая-то шутка. Надо было еще ему, знаешь, сказать, ах ты мой окуленок туруруру, ты малыш. Это какая-то шутка. Дуайт выглядел совершенно здоровым, а его единственной болезнью была лень. Не, ну это то, это серьезное заболевание. Я поддерживаю, как бы, я понимаю. Если уж оно тебя захватывает в свои заболевательные тиски, это все. Ничего поделать нельзя, девочка, извини. Придется тебе устроиться на вторую работу. Да, да. Это все тебе, мои золотцы. А она, смотрите, там брокколю, брокколю жует. Брокколю черствую с плесенью брокколю жует. К тому же она не разрешала брату ничего делать по дому. А все заботы сваливала на меня. Полный бред. Чтобы не чокнуться, вечерами я гладила кролика и готовилась к поступлению в университет. Как-то вечером мама в бешенстве вбежала в мою комнату. Я подумала, что она узнала о котенке. Если что, ты скажешь, что это кролик, и все нормально будет. Но ее разозлило кое-что другое. Да? Ребекка? Вот это раковина, может? Что улитка живет в доме? Увидела, что ты разыскиваешь своего отца по всему интернету. О, ужас! Так вот, в чем дело. Затем она позвала брата и сказала, что должна кое-в чем признаться. Дети, на самом деле ваш отец погиб. Это произошло из-за Ребекки. А, так я что, сразу угадал, получается? Ничего себе. Вот это... Блин, я... Я четкий предсказатель. Даже когда я ошибаюсь. Потом оказывается, что я прав. В итоге. Вот это уже который раз я предсказываю. Представляете? Я просто щелкаю эти сюжеты, как орехи, понимаете? В аварию, когда ехал забрать ее из кружка. Теперь вы достаточно взрослые, чтобы узнать правду. Ну, понятно. Напоследок она холодно добавила, что я больше не могу разыскивать папу. И они с братом вышли из... Ну, это логично. Что там разыскивать, если он погиб. Правильно? Я еще долго не могла... Хотя, подождите. А потом еще оказывается, что он не погиб. Что она сейчас ее обманула, чтобы его не разыскивали. Кто его знает? Мы еще посмотрим. Но, мне кажется, он, наверное, погиб. И в себя. А может, и нет. Неужели папы больше нет? И в этом виновата я. Слезы пылились ручьем. И я проплакала всю ночь. Но утром решила, что должна взять себя в руки и быть сильной. Через какое-то время я стала замечать, что у мамы начали появляться дорогие вещи. Сначала украшения и одежда. А потом она купила новую машину. И я пыталась узнать, где она взяла деньги. Но мама тупо игнорила меня. Не суй свой носик, куда не следует дорогой. Может быть, батя присылает деньги, и он на самом деле не погиб? Мама хочет думать, чтобы дети думали, что батя погиб, чтобы не приходилось тратить деньги на детей. Можно было тратить на себя. Такая тема, кстати, ну, прям такой темы в реальной жизни, конечно, наверное, не бывает. Или я не знаю, может, когда-то и бывало. Но бывает такое, что некоторые мамаши после развода львиную долю алиментов тратят исключительно на себя. Говорят, что, типа, это на детей, это все на детей. А сама там, грубо говоря, на себя тратит. Такое, в принципе, возможно в жизни. Поэтому, черт знает, может, тут такой... О, да у него вообще не жизнь, а малина просто, я не понимаю. Вот это красота, слушай, а. А что, нормальная тема. Я, если бы был таким братцем, я бы еще, короче, сестре бы там тоже давал бы в приставку играть. И нормально. Как бы, все как бы дают мне, но по факту ей тоже и, как бы, равноправие получается. Но он, наверное, так не делает. Этот оценок успокаивал меня и стал моим самым близким другом. Как-то я села за компьютер и собралась удалять все объявления, в которых разыскивала папу. Но внезапно мне написала какая-то женщина. Она решила скрыть свое имя на раз... Сказала, он жив, он где-то, он где-то в очереди, я его видел, да? Сказала, много интересного. Выяснилось, что папа был сыном очень богатого и влиятельного бизнесмена по имени Мистер Бенсон. А, она его денежки, этого бизнесмена себе как-то прикарманировала. Я знала, что ему принадлежал весь город. А еще ходили слухи, что Мистер Бенсон чердок. Это что за босс-молокосос? Усатый. Это точно папа? По-моему, это не папа, это какой-то эмбрион, мне кажется. Ему еще рано быть папой. Стоп. Получается, этот скруч-макдак мой дедушка? Я очень боюсь этого человека, поэтому и пишу анонимно. Мне известно, что случилось с твоим отцом. Скажи. А, я думал, это она говорит, что она очень боится своего дедушку. Господи, у меня же... Эээ, тут как бы наоборот хорошая новость. Скажи, что Мистер Бенсон был в бешенстве из-за того, что его сын женился на простой женщине. Поэтому он вычеркнул твоего папу из жизни и наследства. Держите меня, я падаю. Ну, хорошо, папу-то он вычеркнул. А может, меня вчеркнет, да? Сейчас такая типа. Ну, я-то что, я-то не женилась на бедной женщине, да? Я-то, мне-то что, я-то внученька любимая. Погнали. Ну, знаете что? Погнали. Выбрал он как-то очень плохо. Честно, у тебя мамаша такая, конечно, а-ля улю. Лучше бы он выбрал деньги. Не успела я отойти от одной безумной новости, как меня тут же поджидала другая. Утром дедушка явился к нам домой собственной персоной. У него был дорогой костюм, злое... Не, ну извините, тут он выглядит несколько иначе. Это он в детстве, что ли? То вот тот кадр был, это он типа в утробе матери барахтался и уже видел себя богатым. Ням-ням-ням, служаньки бабло, скрош богат, утиные истории там. Да черный, да? Пицо и высокомерный взгляд. Короче, жутко неприятный тип. Здесь жил мой сын. Какое уборство. Так. Окей. Он собрал всю семью и пафосно заявил, что уже стар и хотел бы найти себе наследника. Продолжай, дед. Так как папа его раздоровал... Говори, не останавливайся. Дедушка решил передать свой бизнес империуму? Это было великолепно. Наследником может быть только мальчик. Так что ты, девочка, меня не интересуешь. Прикиньте, деда такого увидеть, который с вами так заговорит в очереди или еще где. Вообще-то мое имя Ребекка. Да-да-да, будто мне не все равно. Потом он нацепил на себя добродушную улыбку и радостно обнял Дуайта. А что с этим... Я не пойму, этот Дуайт, он что вообще? Малолетний Райан Гослинг или что? Че? Че его все так безумно любят? Дуайт, в чем твой секрет? Дуайт, расскажи. Я хочу знать. Я тоже хочу, чтобы мне все подряд пироги давали там какие-то. Мальчик мой, я подарю тебе все свое богатство. Я так и знал, что однажды стану миллионером. Он весь этот мультфильм лежал на диване, жрал пиццу. И она еще говорила, он думает, что на него свалятся миллионы. И на него сваливаются. Вот как надо жить. Вот как надо жить, ребята. Дуайт просто чит-код ввел на эту жизнь. Просто, понимаете, вот по факту он достоин всего. Вот это красавчик. Какая трогательная сцена. Меня сейчас тошнит. Пока новоиспеченные родственнички обнимались, я вдруг заметил... Тебя-то чем тебя тошнит? Тебе даже пирогов не досталось. Брокколи твои? Вот если бы Дуайта стошнила, вот это бы стошнило. Там и пироги, и ананасы, и все. Эй, это же он в прошлый раз заезжал за мамой. Тут-то мне все стало ясно. Мама уже давно знала, что дедушка хочет сделать Дуайта своим наследником. Вот почему она стала еще сильнее обожать сына. И теперь понятно, откуда у нее появилась новая машина. Нифига вот это повороты. Так, а теперь, а теперь расскажи мне, дедушка, почему ты хотел сделать Дуайта своим наследником. Потому что он мальчик, да, наверное? Сейчас будет такая причина, типа. Потому что он передаст факел движения в истории нашего рода. Или что-то такой вот весь бред вот этот, да? Вскоре мама сообщила, что мы приезжаем в особняк к дедушке. Им не оставалось только смириться с этим. Вы будете жить со мной, пока Дуайту не исполнится 18. После совершеннолетия он сможет стать полноценным наследником. И, кстати, я не потерплю в доме никаких животных. Он так свирепо посмотрел. Ты про нее, что ли? Что ты на нее посмотрел? Она... Я понял. Речь идет о кролике и коте, да? Коте-кролике. Короче, придется выгнать, походу, да? Но, блин, выглядело это сейчас грубо. Я не потерплю никаких животных. И на нее смотрят. Кто знал о котенке? Я напряглась. Но твердо решила, что не брошу кролика. Один раз у меня уже забрали лучшего друга. Больше этого не повторится. К счастью, в особняке мне выделили просторную комнату. И там... А, я думал, коробку выделили, типа. Я смогла с легкостью прятать котенка. В остальном все обращались со мной, как с лужанкой. Но, пожалуй, кроме пожилой кухарки. Эта милая женщина видела, как мне тут не нравится жить. И всячески поднимала настроение. Ребекка, съешь этот шоколадный маффин и улыбнись. Спасибо. Блин, а можно тоже к вам в дом немножко послужанчить? Послужанчить мой какой кекс вкусный. Заботитесь обо мне больше, чем мама. А вот к Дуайту все относились как к какому-то принцу. Дедуля просто обожал этого избалованного... Еще раз. Это... У меня сейчас глюки были или что? Какому-то принцу дедуля просто обожал этого... То у актера дубляжа, что ли? Это случился казус во время съемок. Прокашляйся на день. Что это было? Избалованного лентяя. Ты заменил мне сына. Я горжусь тобой. Рад слышать, дедушка. На, они стоят друг друга. Брат заметил мой... Два голоса совершенно одинаковых, как будто моя Шиза разговаривает. Недовольный взгляд и только послушайте, что ляпнул. Что? Завидуешь, сестренка? Кстати, не мечтай, что я поделюсь своим наследством. Как только дедуля все передаст мне, я выставлю тебя отсюда. Да посмотри, какой козел, а. Тебе что жалко? Там наследство-то будет. Тебе это наследство на 10 жизней вперед хватит. Господи. Мне и так не нужны деньги этого скряги. Я знала, что могла рассчитывать только на себя. Папа подарил мне здоровое зрение, когда раздавал... Это мужик сзади какой-то висит. Это был деньги на операцию, и я не могла подвезти его. Поэтому стала еще упорнее готовиться к вступительным экзаменам. Поэтому решила это зрение еще похреначить его в книгах, да. Чтобы оно испортилось. Чтобы второй раз пришлось потом. Обнаружила, что кролик сбежал из комнаты. Ой, нет. Если его найдут, то вышвырнут на улицу. Я выскочила в коридор и стала искать котенка. Когда проходила мимо дедушкиного кабинета, случайно услышала, как старик болтал по телефону со своим врачом. Так я узнала, что дедуля скоро умрет. Дедуля был очень болен. Нужно немножко подождать, и я снова буду здоров. Интересно, что он имел в виду. Но я не успела подумать об этом. Потому что услышала мяуканье. Резво забежала за угол и увидела котенка в руках кухарки. А вот это пойдет на обеденный суп. Спасибо, девочка. Спасибо, да. Кажется, я нашла твоего друга. Пожалуйста, никому не говорите о нем. Я очень люблю этого котенка и не хочу, чтобы его прогнали. Понимаем. Ребекка, как же ты напоминаешь своего отца в детстве. Такая же светлая и тоже любишь животных. Вы знали моего отца в детстве? Да. Он был еще ребенком, когда я начала работать в этом доме. Нам нужно серьезно поговорить, дорогая. Женщина вернула котенка, и мы зашли в мою комнату. Сейчас вот будет, я чувствую, какой-то поворотный поворот просто. Там она осознала, что несколько лет назад, когда мне потребовалась операция, папа приходил к дедушке и пытался попросить у него деньги. Но мистер Бенсон не дал ему ни цента и прогнал сына. Я даже не удивлена. О жадности этого старика ходят легенды. Я не понимаю, а эти люди, они что с деньгами собирают? Они их в банки закатывают и играют ими в боулинг или что? Что жалко денег на операцию для внучки на глаза? Странно, что он решился оставить свое богатство Двайту. Вот это ты меня и беспокоит. Понимаешь, мистеру Бенсону требуется пересадка почки. Интуиция подсказывает, что вы оказались здесь не просто так. А ведь и правда подозрительное совпадение. Слова кухарки напрягли меня, поэтому... Она же спрашивала, что-то проверяла медосмотр, да? Короче, у девочки хотят забрать почку для мистера Бенсона, я понял. У мальчика, конечно же, нельзя забирать почку. Вышел у мальчика почку за... Мальчику надо пиццу, надо это как его там наследство, все надо... Я разыскала документы из больницы. В них говорилось, что идеальным донором для мистера Бенсона может стать Двайт. Стоп-стоп! Получается, мама знала все с самого начала, поэтому она и водила нас с братом в клинику. И я не могла поверить, что мама готова на все ради... То есть, все-таки Двайт. То есть, поэ... Господи. Тут прямо вообще... Я не удивлюсь, если реально в конце отец окажется жив. Серьезно. Тут так разворачивается сюжет, прям поворот на повороте. Мальчик тут же разыскала ее и потребовала, чтобы она во всем созналась. К счастью, Двайт находился рядом и тоже мог послушать грязную правду. Ну да. Когда мистер Бенсон узнал, что ему требуется донор, он связался со мной, и мы все продумали. После обследования в клинике выяснилось, что Двайт подходит идеально. Ваш дедушка пообещал назначить его наследником, если я уговорю сына стать донором, когда ему исполнится 18. Ты все понял, братец? Мама покупала тебе витамины и вкусняшки, потому что готовила к операциям. Нифига себе! Вот это... Вот это сюжет! Вот это закруточка просто! Вот это да! Слушайте, не в каждом полнометражном фильме такие поворотные повороты. Ты уверен, что хочешь стать миллионером такой ценой? Скажет, вообще ведь за деньги да, как бы, да, я вообще без проблем. Двайт от шока не мог пошевелиться. Таким расстроенным я его еще никогда не видела. Предложила брату свалить отсюда и вернуться в наш старенький дом. Но мама не хотела упускать возможность разбогатеть и начала отговаривать Двайта. Сынок, ты же ничего не умеешь и никогда ничего не добьешься. Это твой единственный шанс на роскошность. Это правда, на самом деле. Ну и жизнь. Увы, но это подействовало на брата. Он решил остаться здесь до своего 18-летия. Че он там говорит? Че он там лопочет? Сможете разобрать? Я вот не очень. Ну-ка вот. Увы, но она брата. Он решил остаться здесь до своего... Да-да-да-да-да-да-да. ...во 18-летие, чтобы потом... По-моему, он не в восторге, судя по лицу, но он соглашается. Провести операцию и получить наследство. В эту самую секунду дедушка ворвался в комнату и сердит и прокричал, что узнал о котенке. Аля, шаря, 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 шаря. Они по-немецки разговаривают или что? Я же говорил, что не потерплю в доме грязных животных. Немедленно прогоните его. А у меня есть идея получше. Когда он разговаривает, я ору каждый раз. Я была сыта по горлу происходящим, поэтому гордо заявила, что забираю кролика и возвращаюсь домой. А мама и брат и не захотели покидать роскошный особняк и остались там. Это ваш выбор, а я умываю руки. На заднем плане играет музыка из второго Макса Пэйна, если что. Послушайте внимательно. Кто знает, не знает. И остались там. Это ваш выбор, а я умываю руки. Ну и проваливай. Интересно, что Rockstar и Remedy думают об этом. Чуть не будем. У дома заметила, что почтовый ящик был забит конвертами. Среди кучи рекламы, счетов я нашла письмо из городской тюрьмы. Это какая-то шутка? Я вскрыла конверт, и листок бумаги тут же стал мокрым от моих слез. Отец в тюрьме? Это письмо написал папа. Все это время он был жив и сидел в тюрьме. Все-таки он был жив. Значит, не предсказатель я. Но потом я все-таки же предсказал, что я буду не предсказатель. Поэтому все еще предсказатель. Если ты предсказал, что ты не предсказатель, ты предсказатель. Логично, да. Конфуций, да. Говорил эту великую цитатуру, так. Не теряя ни минуты, я примчалась в тюрьму и встретилась с самым дорогим мне человеком. Папа, не может быть! Почему ты здесь? О, кролик, как ты выросла, милая. Папа рассказал, что после того, как мама отказалась продавать имущество, а дедушка не дал деньги, папа украл их и оплатил мою операцию. Меня арестовали в тот день, когда я должен был забрать тебя из кружка. Но я ни о чем не жалею. Главное, что моя девочка может видеть. Мама злилась, что из-за патрелого поступка ей пришлось пойти на работу и одной заботиться о детях. Наверное, мне стоило разозлиться на нее. Но в эту секунду я была слишком счастлива, что папа жив. Совсем скоро меня выпустят отсюда, и мы снова сможем стать дружной семьей. А сколько еще тебе там сидеть? Я жила в старом доме с котенком и своими силами поступила в университет. А вскоре на конкурсе молодых архитекторов я представила свой проект дома и выиграла дочь. Я думала, она стала стендапером, типа. Теперь я могла отправиться на Гавайи, чтобы проходить там практику и строить дома. На Гавайи отправиться, чтобы проходить... Нифига себе. И вот, наконец-то, папу выпустили из тюрьмы. Когда-то я пообещала ему, что однажды спроектирую нам потрясное коттеджное побережье. И теперь была счастлива... Я ж говорил, она станет архитектором построить вам дом. Я говорил в самом начале. Я говорил, говорил, говорил. Ведь эта мечта исполнилась. Мы собрали вещи, чтобы начать новую жизнь на Гавайях. И тут вдруг домой вернулись мама и Дуайт. Что вы тут делаете? С нами так ужасно обошлись. Да не может быть. Только прикиньте, вы... Забрали почку и вышвырнули нафиг. И правильно сделали. Будет вам по делу. Из-за того, что произошла ошибка. На самом деле, Дуайт не может быть донором. И когда дедушка узнал об этом, он в ту же секунду прогнал маму и брата. Ну, а ошибка? А что, каким ему быть донором, если он одни чипсы жрал всю дорогу? Одни чипсы жрал до пироги. У него там организм уже, наверное. У него там поджелудочные почки, печень, все умирает. Я не знаю. Простите нас. Пил, небось, газированные напитки сплошные. И примите обратно. Мы с папой переглянулись, а потом сели в машину и радостно помахали им ручкой. Это правильно. Я боялся, что они сейчас скажут. Да, конечно, мы сейчас семья. Это все. Пошли вон. Да, абсолютно верно. Погнали. А сейчас этого кота-кроля там. Попа зашел внутрь и вышел через пару минут с Лаки. С ума сойти. Лаки, Лаки вернулся. Лаки вернулся. Да, круто. Блин, какой он прикольный. Корги. Корги маленький. Ну, как маленький такой. Не маленький уже. Коргищи. Это не Курги. Это Коргищи. Кургинян. Ладно. Не важно. У меня пес радостно облизал на лицо, а я обняла его. Надеюсь, Лаки и Кролик подружатся. И не будут жить, как кошка с собакой. Хм. Вот теперь все в сборе. Гавайи, ждите нас. Это да. Порой жизнь бывает жестока и сталкивает нас с серьезными испытаниями. Но если вы добры, верны себе и терпеливы, то в конце концов вас будет ждать вознаграждение. Моя история отлично подтверждает это. Пссс. А хотите, чтобы всю следующую неделю вам во всем везло? Тогда подпишитесь. Согласен. Это, кстати, к моему каналу тоже относится. Если что, сразу вести, вести будет сразу. А если сюда кликните и перейдете вот на этот видос, удача просто заполонит всю вашу жизнь. Вот прям сплошная удача вообще. Удача, 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 удача. Парыч, кликайте. Всем счастливой удачи. Пока. Вам тут понравится. Кликайте. Увидимся вот тут. Субтитры сделал DimaTorzok